привет друзья пришла ко мне долгожданная посылочка здесь у меня зеркала зеркальные элементы с подогревом для автомобиля лада гранта также здесь должно было должен должен быть комплект подключение зеркальных элементов то есть самим провода ну давайте откроем и посмотрим я вам более детально расскажу что здесь и как здесь в этом видео будет только распаковка установка будет у меня наверное в другом видео потому что здесь скажем проверим просто комплектацию как она выглядит попробуем замерить какие-нибудь технические характеристики например потребляемый ток ну и так далее то есть именно распаковка небольшое такое изучение краткая информация и потом уже отдельное будет видео я думаю день под этим видео я оставлю ссылочку на видео уже непосредственно с установкой так здесь у нас документы и что мы здесь имеем так 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 а это просто не упаковали чтобы на все это дело там не гремела я думал такая коробка то есть так она поставляется зеркала но нет молодцы ребята уделяют внимание товару посылки чтоб все доходило в целостности сохранности заказываю не первый раз кстати заказываю магазине аламар ссылочку также будет на продавца под видео в описании подогрев сидений на гранту я себе уже ставил если кто не видел можете посмотреть наверно также ссылочку оставлю под видео в описании вот много-много всяких приблуд я уже заказывал у этих ребят устанавливал никогда нареканий не к товару и к сервису нет сервис у них как бы на высоте в плане того что быстро все организовывают никогда никаких нареканий не опять же говорю не по качеству не по доставке не по товару потом имиду фона там не потрескался не поломался все всегда замечательно так что же здесь у нас должен был быть комплект проводов так давайте начнем зеркал зеркала фирмы салина то есть это оригинальные идут зеркала при выборе у смотрите на форму то есть зеркала у гранты бывают разные формы мне нужны были вот такие именно зеркала их ей заказал у меня комплектация норма по моему если же можно до норма и на люксах я видел что-то зеркала немножко другие идут поэтому обращайте на это внимание так здесь должно быть у нас должен быть полный комплект то есть два зеркала и так вот они сами зеркальные элементы положено и вот они сами элементы так что мы здесь видим здесь мы видим два направляющих и зажимы фиксаторы на которых все это дело крепится так же как и форма зеркал бывают различные также и крепления бывают различные обязательно это смотрите обращайте внимание так здесь мы видим сам нагревательный элемент сами дорожки и два вывода два контакта здесь полярность не имеет значения поскольку элемент нагревательный то у него никакой полярности быть как бы и не может то есть куда подключим минус либо плюс без разницы работать будет в любом случае так что касается самих зеркал сами зеркала так они еще немножко сферические то есть сейчас у меня стоят которые вот родные они плоские обзор у них как бы неплохое зеркала большие хорошо но здесь немножко так вот сфера идет то есть обзор немножко увеличивается это большой плюс знаю точно сравнивал плюс реально большой обзор увеличивается ну не в разы но так скажем солидного увеличивается так второе зеркало здесь у нас все тоже самое также наклеечка сидела исполнение хорошее видел в магазине хотел купить в магазине направо на месте у себя в городе так по моему не соли на волос алина не было так вот там вот эта окантовка которая идет да вот этот чем-то залито не знали пластика рита но это пластик отсюда заходит вот эта окантовка была какая-то неровная она от зеркала отходила местами носки это зазоры там то есть всего 5 10 мне очень не понравилось поэтому решил все-таки заказать у ребят на ламаре и ну и как всегда они не подвели здесь соответственно также для нагревательный элемент два направляющих фиксаторы и также контакты контакты которые не имеют полярности так скажем бесполярные так но это зеркало у нас тоже ну да тоже сфера не оба сфера ну классно мне нравится я доволен потому что я езжу с обычными так что у нас здесь краткая информация краткая информация о самом производителе то есть как она изготавливается зеркало то что обогрев максимум до рабочей температуры в течение двух-трех минут выходит нагревается бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла чему соответствует так и вот также есть зеркала для таких автомобилей это восьмая линейка модели него газели шевики приоры 10 класс широкий спектр у них вы так понимаю зеркал можно подобрать на любой автомобиль не только на гранту так ну я брал именно на гранту тоже на гранту мне нужно подключается подключаются эти зеркала непосредственно будут у меня к подогрева заднего лобового за заднего стекла точник подогрева а магистрали к проводам подогрева заднего стекла то есть вот я буду планирует буду подключать именно так чтобы с одной кнопки и подогрев заднего стекла и боковых зеркал одновременно включаться я думаю это будет замечательно принципе большинство так и делают так и еще почему и нельзя в магазине непосредственно так скажем на месте оффлайн так ночью говорят потому что не было комплекта проводов то есть на ценнике было написано что провода есть менеджер один говорит что есть провода в комплекте другой этот комплект достает нет их нифига короче там такое отношение у них они сами не поняли не понимаю чего не продают и поэтому я думаю ладно хрен с ним закажу у проверенных ребят и заказал я также комплект подключения то есть сами зеркала мне обошлись 550 рублей комплект левое правое зеркало и комплект вот этот проводов и он еще стоит 280 рублей как бы небо невеликие деньги но в чем его так скажем большая при большое преимущество если я не ошибаюсь то вот это по моему вот это вот эта фишка это как раз таки идет на соединение в гофре гофра которая идет от кузова автомобиля к двери то есть там идет у нас фишка которая это гофр размыкает то есть если мы там хотим дверь на тоннём снять да еще что то в это гофру просто размыкаем с петель дверь снимаем и пожалуйста дверь убираем потому что там идет провод идут провода на динамике на центральный замок на двигатели самих зеркал то есть если у кого поворотный короче провода ведут и вот они идут через этот жгут и чтобы этот жгут можно было без проблем отсоединять разъединять там вот это тот и тут фишка и многие делают как чтобы не заморачиваться с этими клеммами всем остальным они тупо эту фишку про сверли вают насквозь и протягивают цельный провод но я не люблю такого там просверливать что-то высверливать допиливать приклеивать и так далее то есть если там идет колодка то значит туда нужно поставить вот эти вот клеммы и в этих проводах вот эти клеммы как раз таки предусмотрены то есть вам не надо будет купив этот комплект проводов ничего сверлить ничего там какого-то химичить то есть вы заводите два провода эти фишки сами клеммы вставляете фишку и у вас полный комплект получается то есть вот этот гофр вы сможете также без проблем размыкать соединять и так далее то есть это так скажем по человечески оконой должно быть то есть 280 рублей а счастье просто полные штаны потому что не надо там что-то высверливает не нравится мне это пока не мере вот и да вот они именно вот эти сами клеммы которые мне были нужны в продаже отдельно я их не нашел вот есть этот комплект также на ламаре 280 рублей пожалуйста приобретайте другие концы проводов тоже имеют вот такие разъемчики которые подключаются непосредственно к контактам на зеркальных элементах и потом у нас все это дело выходит там на плюс и на массу так но это у нас две массы я так понимаю и вот такой комплект еще идет это здесь зажим то есть быстро зажимной такой врезной элемент который позволяет нам подключать один провод к другому без какого-то вскрытия без пайки без всего остального но не знаю я наверное не буду подключать я буду наверное именно понять потому что здесь небольшой небольшая площадь получается соприкосновения когда вот этот элемент врезается в старый провод но и в новый небольшой небольшая площадь соприкосновения возможно здесь какие-то нагревы потому что все-таки нагревательный элемент потребляет он наверняка немало ну кстати на я начался проверим сколько употребляет ну ладно это посмотрим в любом случае этот элемент есть то есть можно без проблем это все дело подключать так что у нас здесь идет у нас типа схема подключения то есть у нас подходит зеркала грантик колени и к колени и к шевику так подключить плюс у провода идущего на обогрев заднего стекла но в принципе здесь также написано что она подключается к плюсовому проводу обогрева заднего стекла как я и хотел что у нас идет здесь разговора не было и стоит а помню было дело это такие декоративные пыльники которые идут на рычаги управления подрулевые дворники и поворотники то есть вот эти рычаги они такие ну как бы сделано неплохо да но вот именно сам вот так скажем в рулевую колонку сделан грубовато там большие дыры все это как-то некрасиво все это видно и решил к этой пыльники стоят они там сущие копейки натянул отдела и не знаю посмотрим будет ли от этого толк будет ли это более эстетично или не будет но любом случае я заказал думаю потом тоже сниму пока этого получилось так но теперь давайте попробуем проверить на работоспособность эти зеркальные элементы и замерить ток потребления чтобы определить их мощность и так подключил все это дело я к блоку питания компьютерному у него 12 вольт максимум он тянет до 15 ватт до 15 ампер то есть запас прочности очень большой автомобильного аккумулятора у меня подруга к сожалению нет на данный момент так вот такие вот такой вот кружок очумелой ручки получился но давайте я принципе все подключил подключился я последовательно выставил на ампераж посмотрим сколько у нас потребляет одно зеркало и так соединяем контакт потребление у нас 129 ну 1 и 3 ампера то есть в принципе это ну я даже сказал маленькое значение буквально это минимальное значит один ампер на 12 вольтах но это практически ни о чем то есть два зеркала будут потреблять 2 и 6 ампера мне кажется без проблем можно без релюшек безо всего подключать непосредственно на магистраль которая идет на заднее стекло на подогрев заднего стекла микро за все это без проблем будет работать так но напряжение у нас есть ток у нас идет и в принципе зеркало начинает подогреваться такой небольшой запах пошел свежей пластмассы пахнет но пока как бы еще ну да еле еле пока но давайте наверно подождем буквально пару минут и продолжим я посмотрю как она нагрелась и так прошла одна минута не отключался элемент попробуем ну температура она явно выше чем моя рука то есть я реально чувствую тепло но по ощущениям нечем сейчас померить по ощущениям будет градусов где-то 40-50 то есть без проблем это тем же температура здесь присутствует то есть уже в принципе снег там будет таять или лед и даже капельки воды начнут испаряться без проблем на такой температуре ну давайте подождем еще одну или две минуты посмотрим что будет дальше прошла еще одна минута то есть общей сложностью две минуты прошло как работает элемент температура до приподнялась все сейчас ну по ощущениям опять же это примерно да где-то градусов наверно 60-70 в этом интервале то есть уже прям не то чтобы горячо но такое прям тепло но я думаю 70 не будет 60 здесь будет точно ну давайте посмотрим подождем еще минутку что будет дальше прошла еще одна минута пробуем примерно та же температура и осталось 60 может быть 60 с копейками мы видим по току 125 немножко значение упало то есть пока она была холодная ток был повыше потом температура увеличивалась ток потихонечку падал и вот сейчас он остановился на 124 125 в этом интервале пляшет туда-сюда то есть я так понимаю это уже все зеркало вышел на свою рабочую температуру принципе как и было указано на покупке две-три минуты выход на рабочую температуру так она принципе есть вот но сейчас давайте попробуем на второй элемент работает ли он вообще и так подключил я второй элемент также работает ток потребляет но почему-то здесь значение немножечко повыше чуть-чуть отличается незначительно но все-таки она есть не знаю с чем это может быть связано возможно это из-за количества дорожек хотя наверно количество дорожек одинаковое но не знаю не могу предположить но по не мере также толк идет и зеркало у нас начинает греться вот ну что можно сказать в принципе комплект рабочий комплект хороший мне нравится и качество исполнения и комплектация сама то есть повторюсь что берите именно с набором проводов уже подготовкой что можно было без проблем все это дело протянуть и подключить ссылочка на товар будет под видео в описании на сам магазин где можете посмотреть здесь на различные автомобили не только на гранту и на калину можете переходить заказывать и ссылка на видео с установкой также будет под видео но когда я его сниму и размещу вот так что посмотрите может быть она там уже есть так что переходите смотрите давайте еще наверно друзья попробуем померить сопротивление на этих элементах но мало ли друг кому-то пригодится ли каких-то расчетов так выставлены у меня 200 он пробуем первый элемент он нам показывает 8 7 и 9 8 он грубо говоря на 7 и 9 если быть точным так и пробуем другой элемент здесь у нас 9 2 9 1 то есть принципе грубо говоря на 1 он разница но не знаю чем это может быть связано может быть с толщиной напыление дороже либо еще с чем-то но вот такие вот показания на этом у меня принципе все кому видео понравилось или были было полезным ставьте лайк подписывайтесь на канал всем пока и 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